Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как создать крепкую семью, если парень и девушка воспитаны авторитарной матерью? Ну, это больше вопроса, наверное, к психологам, чем к нам, к священникам, но я постараюсь ответить. Вы знаете, во Христе всё новое, во Христе всё новое. Я очень благодарен своей матери, своему отцу, например, за то, что я появился на свет, за любовь, за воспитание. Но когда я переступил порог церкви всерьёз, то эту роль и отца, и матери мне заменил в большой степени, я уже был не ребёнком, духовник. И каноны церкви, и мировоззрение церкви. И это, так скажем, вторжение благое очень сильно поменяло мою жизнь, очень сильно поменяло моё мировоззрение, хотя я не был воспитан авторитарной матерью. Я думаю, что мы все растём, и Бог способен изменить человека, даже если он претерпел какое-то ущемление своих прав в детстве и в юности, дать ему понимание свободы, окружить его этой свободой, окружить его этой любовью. Очень многое исправляется в таинствах церкви, в человеке, очень многое. И мы должны с верой принимать эти таинства и стремиться найти в них ту свободу, о которой говорил нам Господь. Это не побег от авторитаризма семейного, или государственного, или всемирового. Это просто следование за Христом. Потому что, если говорить о свободе, то только Христос освобождает нас, говоря нам, что если Сын вас освободит, то вы будете воистину свободны. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.